Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского и к пользе от санкций для так называемой России. Разберемся с пенсиями ихних пенсионеров. Это же самый такой, знаете, непробиваемый путлеровский электорат. Ты им, как говорится, кол на голове тиши, а у них спецоперация и Путин всегда прав. Ну раз он прав, значит жуйте вот это. Если посмотреть на размер пенсии реальных и цен с учетом инфляции, то размер пенсии на так называемой России уменьшился в марте на 8,3%. В апреле еще 8,8% и в мае еще минус 8,2%. Итого за 3 месяца с начала фашистской агрессии в Украину пенсии российских пенсионеров упали более чем на 25%. Только за 3 месяца. Наверное же что-то случилось. Ну-ка подумайте, пенсионеры, включайте свои мозги, в которые вам гадят. Вот такая публика, как Сукобеева, как же, господи, салоидный помет, баброедка и так далее, и так далее, и так далее. Там целая куча у вас негодяев, пропагандистов, которые вам замыливают ваши мозги. Включайте их и немножечко думайте. А что ж такое, что за 3 месяца на четверть упали ваши пенсии? Я вас уверяю, что за июнь не упадут еще больше. За июль еще больше. И в результате ваша пенсия будет равняться одной десятой от стоимости квартплаты за ваши жалкие хрущевки, в которых вы живете. В условиях, в которых те же американские пенсионеры не содержат даже своих домашних животных. Так вот, может быть, когда вам не станет чего жрать, а это случится в ураганном темпе очень скоро, у вас проснется какое-то сознание, и вы спросите себя, а как же это получилось? Только не надо обвинять Украину. Не мы на вас напали, вы на нас напали. Вы, вы ядреный электорат фашиста Путина. Вы напали на Украину, и вы сейчас будете нести за это ответственность. Прежде всего, финансовую. Будете отвечать своей собственной жалкой нищетой. Слава Украине!